Более ста молодых железнодорожников со всех регионов России собрались на полигоне Октябрьской железной дороги. Здесь проходит слет участников интернет-конкурса «Навстречу Великой Победе». Это совместный проект РЖД и Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей. Мне кажется, главное его отличие – это то, чтобы каждый внес свой посильный вклад в сохранение того, что мы имеем, акцентировать внимание молодежи. И еще очень важно, что география железной дороги так велика, что от Владивостока до Калининграда этот конкурс состоится. Особенность этого конкурса заключается в том, что работники холдинга становятся не просто зрителями мероприятия, а его организаторами и создателями, воплощая идеи в жизнь. РЖД задумал такой интересный проект – собрать молодежь со всей страны, для того, чтобы поддержать ценности вечные, для того, чтобы мы не забывали о победе наших предков, для поддержания патриотизма. Участники сами выбирают номинацию, в которой будут соревноваться. Это может быть создание актуальных медиаработ, роликов или эстафета добрых дел. При этом главным направлением конкурса является соревнование полигонов. На этом этапе оценивается креативный подход и смекалка каждой команды. Все показатели пойдут в общий зачет региона, и в дальнейшем это позволит определить финалистов. Суть конкурса – привлечь внимание, прежде всего, молодежи, не только ООО РЖД, но и молодежи России в целом, к 70-летию победы, именно к тому вопросу, какими силами нам далась эта победа, и как хрупок тот мир, в котором мы находимся, который можно разрушить очень быстро, а построить очень тяжело. Заключительным этапом конкурса будет велопробег, посвященный празднованию Великой Победы. Стартует он в Бресте, Севастополе и Хабаровске. Победители конкурса встретятся в финале в Волгограде. Надежда Новичкова, Валерия Григорьева, Данила Антонов. Специально для Волгограда.